Здоровые люди не так, чтобы и нужны. Никаких альтернатив нет, всё, операция режем. Я не лезу в онкологию, я не оперирую вас. Если ты вылечишься травками, то ты не принесёшь деньги. А жили они 40 лет. Как ты это объяснишь? Всем привет, меня зовут Марина Жигульская, и вы на нашем канале «Школа здоровья и ресурс». Мы сегодня решили протестировать, наконец-то, тот формат, который давно хотели попробовать, и поговорить о том, что всегда как бы остаётся за кадром. Это как раз те самые вопросы, которые не входят почему-то всегда в видеоряд. И их как раз мы обсуждаем в комментариях. Про них чаще всего задают вопросы. Поэтому сегодня мы говорим о том, что всегда оставалась за кадром. Ну и со мной сегодня Алена. Это мой партнёр, которую вы тоже всегда слышите, как голос из-за кадра. Сегодня она будет в эфире вместе со мной. Мы будем обсуждать с ней те вещи, которые Алена будет от лица аудитории, а я буду от лица автора, которому задают вопросы. Вообще надо сказать, что мы очень давно планировали такой формат, потому что в нашем с тобой взаимодействии всегда очень много диалогов на разные темы. Но так как мы работаем в сфере нутрициологии, большая часть диалогов как раз-таки о здоровье. Я предлагаю вообще назвать нашу новую рубрику, вот так прямо назовём, «Диалоги о здоровье». Ну да, потому что если бы наши диалоги с тобой записывать, они бы, пожалуй, просмотров много набирали. Вещи мы обсуждаем интересные, да. Вот сегодня мы как раз это и протестируем. Я предлагаю начать с такой горячей, наверное, темы и обсудить сегодня вопрос медицины. И давай для начала. Очень часто сейчас не только к тебе обращаются пользователи в интернете с таким вопросом, но и в целом я наблюдаю к огромному количеству нутрициологов, пишут о том, что у вас есть медицинское образование. Вот вы же вообще не врач. Почему вы говорите о здоровье? Вот первый вопрос к тебе всё-таки. Врач и нутрициолог. В чём разница? У меня действительно нет медицинского образования. И какое-то время даже, наверное, я тоже думала так, что ну как бы да, вот врач, он что-то такое знает, чего не знает не врач. На самом деле потом, когда я столкнулась со своим диагнозом и десятки, уже сотни, наверное, клиентов, которые тоже пришли разочаровавшись, ну как бы я поняла, что врач несколько ненутрициолог. И я не отрицаю врачей и не отрицаю нутрициологов. Каждый занимается своим делом. Просто врач – это узкая специализация, и там действительно уже глубокие процессы. Почему? Потому что врач назначает серьёзные фармпрепараты, и он должен знать побочки, последствия и так далее. Но врач не будет восстанавливать образ жизни. Он не будет заниматься тем, чтобы объяснить клиенту, почему важно спать, что такое движение, как правильно питаться. Потому что основного, одного, единственного протокола питания не существует для всех подходящего. И, конечно, это не врач. И поэтому я всё-таки за то, чтобы и врач, и нутрициолог, а не или-или, ну то есть не так ставить вопрос. Ну давай тогда ещё поясним, чем всё-таки занимается нутрициолог? Нутрициолог как раз, ну вот врач – это как раз узкая специализация, и каждый занимается своим органом, что называется. А нутрициолог – это тот, который видит организм целиком. И понятно, что если у нас есть какие-то уже такие серьёзные, угрожающие жизни поломки, то, конечно, здесь врач однозначно. Острые состояния. Всегда на курсе говорю, что острой боли не терпим, сразу обращаемся за медицинской помощью. Но хронические состояния врач не будет лечить. А хронические состояния – это как правило, то есть не то, что не будет, а не очень может. Нет у него таких инструментов в руках. У него есть фармпрепараты, которые купируют симптомы и позволяют человеку как-то сохранить качество жизни в текущий момент. И врач не будет, пожалуй, этим заниматься, чтобы восстанавливать организм целиком и выводить своего пациента из хронических состояний. И тут как раз нутрициолог. Потому что нутрициолог не лечит фармпрепаратами. Он восстанавливает организм только глядя на него как на единое целое. К сожалению, сейчас большинство нутрициологов тоже начали делить человека на органы. Ну и, конечно, это уже не совсем та нутрициология, которой она была изначально. А что значит организм как единое целое и что значит делить на органы? Ну вот, например, у нас так устроено, что если у нас прикус изменился, сейчас уже это ни для кого не секрет, вырастет косточка на ноге. Если неправильный прикус, будет искривление позвоночника, будет защемление сосудов и будет, например, косточка на ноге. То есть как связано это между собой. То есть вот у нас одно какое-то состояние патологическое, оно будет влиять на отдалённые органы и системы. И зачастую вызывать много проблем в организме, которые лечат по отдельности. Которые вот там эндокринолог будет лечить щитовидку, да, гастроэнтеролог будет лечить желудок, гинеколог будет лечить гинекологию. А по факту может быть причина одна. И устранив эту причину, все эти диагнозы можно, ну если не полностью излечить, то хотя бы в стойкую ремиссию ввести. Тогда вопрос к тебе. Почему тогда медицина не делает этого? Почему тогда вот поделено всё на органы? То есть если можно лечить человека, там устранив какую-то причину, почему это не делает современная медицина? Ну это, наверное, вопрос не ко мне, а к современной медицине. Я думаю, что это всё-таки связано с тем, что это больше не про чьё-то здоровье, ну вот медицина, фармаиндустрия, вот это всё. Это всё-таки про чей-то бизнес. И здоровые люди не так, чтобы и нужны фармаиндустрии. Ну и, к сожалению, в некоторых местах медицина тоже как бы подстраивается под это. Потому что мы же никто не болеем, ну вот просто вдуматься, да, мы никто не болеем и не имеем патологии, и не имеем диагнозы от недостатка фармпрепаратов в организме. У нас диагнозы все, наши патологии и поломки от недостатка витаминов, от дефицитов, от того, что у нас не усваивается белок, который транспортом служит для всех дефицитов, и бесполезно пить витамины, если мало белка, например. Мы болеем от того, что у нас много углеводов, например. Ломается углеводный обмен, начинается воспаление в организме, инсулин там шкалит и так далее. Мы болеем от того, что у нас недостаточно хороших полезных жиров. Мы не болеем от недостатка фармпрепаратов. Но, к сожалению, врачи сейчас, вот, например, моим клиентам говорят с такими серьезными проблемами в печени, естественно, там дефициты, что БАДы для вас яд. Вот пейте фарму. Ну, то есть фарма не яд для ушатанной печени, а БАДы яд. Я думаю, что у нас с тобой про печень точно будет отдельный выпуск. Мы обязательно поговорим подробно о том, все-таки, как фармпрепараты влияют на наши детокс-системы. По поводу врачей. Я, когда только-только столкнулась со своим диагнозом, те, кто уже знает нашу школу здоровья-ресурс, кто был неоднократно на наших вебинарах, знаю-то мою историю, твою. Если коротко, то я попала к гинекологу с эндометриозом, с кистами, и мне, значит, предложили очень радикальные решения проблемы. Там нужно было удалять опухоли с сохранением только части органов и гормональная терапия. Мне тогда, ну, как мне показалось по ощущениям, несмотря на то, что это была платная клиника, я отдала очень много денег врачам из-за обследования, из-за лечения. Как мне показалось, они были ко мне довольно жестоки, потому что мне сказали, никаких альтернатив нет. И вот всё, операция, режем. Когда я задавала вопросы, а почему так происходит, никакого ответа не было. Я, как человек довольно эмоциональный и вспыльчивый, порекомендовала врачам вырезать что-то себе и ушла, хлопнув дверью. И тогда у меня было очень негативное отношение к медицине. Сейчас, спустя три года в нутрициологии, когда я вижу ситуацию немножко с другой стороны, когда я понимаю, почему берутся у нас те или иные болезни, когда я понимаю свою ответственность за это, моё отношение к медикам и к медицине стало меняться, потому что есть огромное количество людей, которые не готовы и не хотят брать на себя ответственность, которые не готовы выбирать собственные испытания и разбираться, а что кушать в данной ситуации можно, что категорически не стоит. Которые не готовы перестраивать режим жизни, для которых, когда ты говоришь, нам для здоровья нужно спать, лечь, не позже 11 часов вечера, тебе говорят, я не могу это сделать, я это делать не буду, я ложусь в 2 часа ночи. Спустя какое-то время, понятно, как ты говоришь, не с понедельника на вторник, проходит год, два, у кого-то 5-10, этот человек приходит к врачу и от врача требует какое-то решение, но не радикальное. По сути, я так же жила, я наплевала в своё время полностью на своё здоровье, на свой организм, жила в стрессе, ела, что попало, не двигалась, спала, как попало, и вот я пришла к врачу, мне не понравилось, что врач мне предложил радикальное решение. Но по факту я вот сейчас, отматывая назад, думаю, а какое ещё решение мне мог предложить врач, если у него на меня ограниченное количество времени, у него есть какой-то ограниченный протокол, и даже, предположим, если он мне сейчас начнёт рассказывать, что мне нужно делать, какая вероятность, что я начну это делать? Как ты думаешь, на первом месте фарма-индустрия или медицина? В смысле, кто рулит? Кто главный? Я думаю, что главный всё-таки фарма. Да, всё спонсируют. И врачи по факту зажаты в ситуации и ничего сделать не могут. У них есть протокол, по которому они должны действовать, и они по протоколу не могут тебе выписать травки. Антибиотики могут, даже если ты беременная девушка. Потому что здоровые люди фарма-индустрии не нужны. Ну, как бы это ни звучало, но это так. И это уже, мне кажется, все понимают. Другое дело, что до сих пор у нас сохранилось вот это понятие доктор не поможет. Ну как? А если не поможет, то он виноват. Понимаешь? Да. Ну как он тебе поможет? Ну, выпишет таблетки? Ну да. Если это для тебя помощь, да. Ну такие люди есть, значит, доктора будут, пока такие люди есть, будут врачи, которые не будут развиваться. Они вот как закончили там мединститут, как сели, так и всё. Нет, они ездят, конечно, но у них есть повышение квалификации. Это я сейчас не сама придумала, это мне врачи говорят, которые у нас на курсе в том числе учатся. У них есть повышение квалификации, но они все тоже фарма-индустрии проплачены. И им там говорят, что доказательная медицина, вот с пользой антибиотиков, вот такая-такая-такая у них. И вот с этой доказательной медициной сейчас носятся тоже люди, которые не очень понимают, что доказательной, ну как бы, может быть, не хотят понимать, что доказательной медицине, например, там, ну сколько, ну сто лет? Ну я не знаю сколько, если честно. Ну плюс там, ну пусть 200 лет, да. А аюрведе, например, 5000 лет. А травкам, которые нам дала природа, много-много миллионов лет. Но понимаешь, вот тут момент такой, если ты вылечишься травками, аюрведой, вот какой-то недоказательной медициной, то ты не принесёшь деньги в аптеку. Ты видела, сколько аптек открывается? В доме по три штуки иногда. Ну то есть это же бизнес. И это бизнес не про твоё здоровье. Это бизнес про чьи-то доходы. Тогда вопрос. Вот с точки зрения, мы как нутрициологи, да, что мы можем сделать, как мы можем на это повлиять? То есть понятно, что мы там не поменяем систему медицинского обслуживания, мы точно никак не повлияем на фарму. Слушай, ну вот смотри, я по-хорошему, по большому счёту, я никак не хочу на это влиять. Я не хочу революции какой-то, я не хочу с флагом бежать впереди там всех. Я не хочу кого-то переубедить. Я хочу давать знания, которые есть у меня. И я всегда говорю своим клиентам, что подключаем критическое мышление. То есть если вы сомневаетесь, так или так, столько или столько, да, такой там препарат или такой, или по продуктам, когда, да, выбираем мы там себе рацион питания, я говорю, всегда возвращайтесь к тому, как нас придумала природа. Она не ошибается. И врач-человек, и нутрициолог-человек, нутрициологи тоже бывают, знаешь, я была в начале своего пути. Ну, то есть я многого не знала, но хотя бы я через образ жизни ваяла человека, а не через 17-этажные схемы. Я считала, что, ну, как бы образом жизни точно навредить нельзя. И врач, и нутрициолог, это просто люди, они могут ошибаться. И когда ты хоть к врачу, хоть к нутрициологу, хоть к кому приходишь, и они говорят, например, какая симптоматика, с какими жалобами пришли. Потом какие-то анализы назначают. Это тоже отдельная песня, конечно, по анализам. А потом они предполагают, потому что неспецифических симптомов миллион, они предполагают, что, скорее всего, у тебя вот это. Или отправляют тебя к другому специалисту, узкому опять же. Ну и всё. Или по кругу тебя просто обсуждают. Даже в педиатрии такое есть. Я думаю, что наши слушатели наверняка тоже некоторые, может быть, напишут в комментариях, были у вас такое. Беременную девочку лечат антибиотиками? Вообще не парясь. Витамины нельзя, антибиотики можно. Причём антибиотики в основном же там от кандидоза назначают. Там три вида антибиотиков в одном препарате. И это нормально беременной девочке. А травки нельзя. И детей лечат. Первая очередь антибиотиков. Не сработала. Вторая очередь антибиотиков. А, не сработала. Третья очередь антибиотиков. Не сработала. Сейчас, говорят, четвёртая есть. Потому что антибиотики, они очень, ну, как бы у них узкий диапазон, на что они влияют. А трава, например, ну, та же вот антибактериальная, натуральная антибиотика, у неё гораздо шире диапазон. Просто она действует не так быстро. А у нас люди привыкли, что выпил таблетку сразу похорошела. Они не готовы ждать. Они не готовы менять образ жизни. Они не готовы через питание, через вот, ну, какие-то элементарные вещи, например, мы можем снижать воспаление, мы можем поддерживать там свои надпочечники, которые, ого-го, как важны, когда нам за 40 переваливает. Когда вот это включается, знаешь, как посыпался одно, второе, третье. И такое ощущение, что, блин, да, что такое вообще? Это вот как раз надпочечники же. Ну, то есть мы можем на это влиять, но это через маленькие вещи, которые, за которые мы ответственны, а не врач. И врач не будет этого делать. Врач выпишет таблетку, которую ему разрешает протокол. Это же врач нам, ну, нам же врачи рассказали, помнишь, когда они сказали, что мы учились в мединституте, и нас профессор старенький такой спрашивает, для кого вы пишете карту клиента? Они говорят, ну, для себя, ну, чтобы видеть историю. Он говорит, нет, ну, для клиента, ну, для пациента, вернее, ну, чтобы он там мог к другому потом. Он говорит, нет, ну, для главврача. Он говорит, нет, запомните раз и навсегда. Карту пациента вы пишете для прокурора. Ну, вот как бы это ни звучало, но вот... Это как недавно была история где-то в каком-то одном из сибирских городов, когда врач в государственной клинике какой-то бабушке выписала витамины. Витамин D, по-моему, там был. И мимо протокола она прошла, она сказала, что вот тот витамин D, который из аптеки, вы не поднимете им уровень, вам нужно что-то из iHerb. И она там ей как-то порекомендовала. И бабушка пошла и нажаловалась на врача, на то, что та пытается на ней нажиться и продаёт ей какие-то БАДы. Понятно, что врач с этого бы ничего не заработала. Хотела от чистого сердца по всей видимости дать рекомендацию. Да. И как бы вот, и получается, что если врач действует в рамках протокола, и если вам стало хуже, но это в рамках протокола, всё в порядке. Если врач, не дай бог, отклонится от протокола, даже если вам в этом случае станет лучше, но вы напишите жалобу, врач будет в этом виноват. Ну, это вот как доказательная медицина. Вот люди, вот это не доказательная медицина. Ну, и врачи же в основном тоже это поддерживают. Но вот смотри, доказательная медицина, например, лет там 50 с чем-то назад, сколько там лет назад, выдумали антибиотики. И там они пили шампанское, поздравляли друг друга и говорили, мы победили мир бактерий, всё, человек рулит вообще. Ну, и что? Сейчас, через 50 лет они, там, может быть, 60, они схватились за голову и думают, чего мы наделали. Потому что бактерии, это микромир гораздо старше нас. И мы с ними жили рука об руку всю жизнь. Если у нас хороший иммунитет, они нам вообще никак не вредят. И антибиотики что? Резистентность, как раз убитый иммунитет, и мы столкнулись сейчас с такими формами, от которых нет лекарств. И вот это страшно. То есть антибиотики спасли миллионы жизней, а унесли миллиарды жизней. По факту. Но это доказательная медицина. Мы, наверное, не можем говорить точно, сколько спасли, сколько унесли. Есть выражение просто такое. Ну как это? В доказательной медицине что-то считается доказанным до тех пор, пока не доказали обратное. Да, это да. Ну как бы вот я всегда говорю, что антибиотики, они имеют место быть, но не по каждому поводу вообще, вернее, не без повода, не по каждому чиху. То есть человек чихнул или ребёнок тому, и сразу давайте антибиотики. Они без рецепта у нас продаются. Антибиотики – это реально хороший препарат, когда человеку надо спасти жизнь, и счёт идёт на часы. Вот тогда да. Ну как без антибиотиков? Никак. Но и тогда у нас бы был иммунитет хороший, у нас не было бы поломанного микробиома, вот такого завалившегося в сторону разрастания патогенной флоры. И у нас было бы всё гораздо лучше. Но, к сожалению, к сожалению, антибиотики – это большие прибыли. Мне кажется, мы с тобой сейчас подошли к очень важному такому моменту, когда ты сказала о том, что антибиотики имеют место быть, когда вам спасают жизнь, и счёт идёт на часы. И действительно, если бы это использовалось так точечно, то можно было бы просто боготворить науку за такое вот открытие. И, наверное, я для себя выбрала путь, во-первых, это взять ответственность за своё здоровье полностью на себя. И когда я, зная свой организм, понимая, как он работает, не перекладывая ответственность на врача, я могу прекрасно пользоваться и благами медицины, доказательной, использовать все суперклассные современные технологии диагностики для того, чтобы вовремя что-то мониторить. И точно так же я могу использовать превентивный подход и работать с образом жизни для того, чтобы просто не допустить каких-то сложных состояний. И, наверное, вот это самый в настоящее время выигрышный подход с точки зрения здоровья, когда вы сами изучаете, как устроен ваш организм, учитесь жить правильно, адекватно расходовать ресурсы своего организма и при этом используете вот те блага, которые даёт нам цивилизация, то, что у нас есть в медицине. Ну да, потому что, ну да, конечно, потому что вот сейчас, например, я тоже задумываюсь о том, что, например, вот я когда-нибудь пойду и сделаю себе пластическую операцию и отличного хирурга выберу и очень тщательно подойду к этому вопросу. И, конечно, ты выберешь хирурга с медицинским образованием. Конечно, да. С опытом работы. Безусловно, да. Вот это уже та сфера, которая, да. Ну то есть, если, например, мне нужен стоматолог, то я выбираю клинику, я выбираю действительно специалиста, отзывы его смотрю, да. И я вот, кстати, последний раз была в клинике, очень хорошая, и мне надо было удалить зуб восьмерку. Она мне мешала уже давно. Ну, как-то мне сказали, что, ну, и не трогай её там, не мешает и не трогай. Ну, и сколько-то лет прошло. А теперь я поняла, что нет, надо санировать то, что у меня там со щитовидкой проблемы. Я пришла, он мне вырвал зуб и выписывает антибиотики. Я говорю, я не буду их пить. Он говорит, как? Ну, и он не настаивал. Он просто так посмотрел на меня как-то и говорит, придите дня через два, покажитесь мне. И через два дня я пришла, он говорит, вы реально не пили антибиотики? Ну, нет, я всё воспаление, я всё сняла. Почему? Потому что я тоже вот где-то сначала прочитала, я очень долго изучала эту тему. Я прочитала, что, например, в Италии несколько ведущих клиник отказались от антибиотиков. В Германии отказались, по-моему, в Германии. Нет, в Италии точно, в Германии я могу ошибаться. Отказались и начали обрабатывать даже не вот антибактериальными средствами, а пробиотиками. И вот эти инфекционные больницы, это прям место такое для резистентных микробов. И они их победили. И они поняли, что антибиотики не нужны, что есть что-то мощнее антибиотиков. Я это прочитала и попробовала сначала на себе. И вот доктор мне любой говорит, это не доказательная медицина. А кому выгодно это доказать? Да. Это бы уже давно доказали. Вот именно. Что если бы это было выгодно, если бы вот, ну как бы, ну видишь, дело всё в том, что если без антибиотиков, например, то я не убиваю свой иммунитет. И у меня дольше будет здоровье со мной, дольше не будет никаких патологий. Это невыгодно. Я думаю, что про иммунитет, про кишечник и про антибиотики у нас тоже, наверное, должен быть отдельный диалог. Там знаешь как, даже не диалог, а это ни в какой диалог не влезет, потому что ещё буквально там, я не знаю, ну может быть лет 7 назад было там 3, может быть, статьи в год про микробиом. Сейчас их уже несколько тысяч. То есть это начали активно изучать. Сейчас уже говорят, что это, раньше думали, что это кишечник наш второй мозг, сейчас уже склоняются, что первый, потому что микробиом на самом деле очень важен вообще везде, везде, везде. Вот. И вот как раз начали говорить о вреде антибиотиков. Но почему-то до наших поликлиник это не так быстро доходит. То есть есть исследования на самом деле? И когда говорят, не доказательная медицина, да нет, исследований очень много. Просто почему-то они не получают широкого распространения. Ну вот про исследования, думаю, мы с тобой ещё тоже отдельно поговорим. Про то, как это в сегодняшнем мире делается. И всё-таки давай, наверное, подытожим в этом нашем с тобой диалоге. От тебя рекомендация, да, может быть, не знаю, как правильно изучать свой организм, с чего начать. Как совмещать знания изнутри циологии и при этом то, что даёт нам сегодня современная медицина? Какой должен быть самый грамотный подход в этом? Самый грамотный подход — это изучать. То есть что происходило со мной, когда я, ну как бы, так скажем, я была дилетант в какой-то сфере, но очень убеждённый дилетант. И я с пьяной у рта доказывала. Прям вот своё мнение отстаивала. Потом, спустя годы, я понимала, что оно ошибочное. Мне было за него не очень весело. Поэтому сейчас я вообще ничего никому не доказываю. И не говорю, что я вот там гуру и эксперт, и моё мнение — это последняя инстанция. Нет. Сейчас я призываю изучать. Потому что вот сегодня такая у нас информация, а завтра будет другая. А ещё через 5 лет будет совсем другая. И это наше здоровье, это наш организм. Это единственное, что и наша жизнь. И поэтому я всё-таки предлагаю изучать, но с оглядкой на то, а как нас природа придумала. Очень хороший, кстати, вопрос всегда. Для развития критического мышления. Для развития критического мышления. Вот, а как нас природа придумала? Лечиться парацетамолом? Природа дала нам температуру. Ну, значит, зачем-то дала? Ну, то есть природа дала нам жиры, белки, углеводы. Ну, значит, зачем-то дала? И отказываться вот это от жиров. Да, отказываться от трансжиров надо. А природа нам их давала? Нет. Ну, понимаешь, да, что всё-таки... Тут сразу могу предположить, что тебе возразят. Да, природа не дала парацетамол, не дала антибиотики, не дала там анализы. Но при этом есть тенденция к увеличению продолжительности жизни. Живём мы сегодня гораздо дольше, чем даже 200 лет назад. Это не благодаря медицине, это эволюционно. То есть ты считаешь, медицина вообще в этом никак не поучаствовала? Это эволюционно. Мы просто скажем... Каждое поколение живёт дольше, и всё. По этому тоже поводу есть исследование. Вот я бы тут, наверное, всё-таки поспорила. Медицина знаешь в чём? Нет, вот подожди. Даже развитие нутрициологии, это же во многом тоже спасибо науке, части медицине, потому что ну а как ты же узнаёшь, как у тебя всё это внутри? Нет. Мы просто развиваемся. У нас становится больше, например, клеток в мозгу, больше нейронных связей. В зависимости от наших даже предков, тех, которые там жили 100, 200, 300, 500 лет назад. И это тоже способствует тому, что мы дольше живём. Мы будем ещё дольше жить. Мы будем качество жизни иметь плохое. Если не заниматься. Да, если не заниматься. Но продолжительность жизни, ну как бы, знаешь, продолжительность жизни, например, это вот 100-летний и 100-летний человек. Но один уже там лет 30 не выходит из дома, и лет 20 последних лежит прикованный к постели, а второй на велике гоняет. Ну да, пусть по двору, но тем не менее. И это одно и то же. Ну как бы они оба долгожители. Но у них качество жизни разное. Так вот, медицина, она может нам, симптомы она может помогать снимать. И медицина, знаешь, в чём её заслуга? Ну как бы заслуга тут тоже, знаешь, как посмотреть, с какой стороны. Если раньше, например, наши бабушки, прабабушки из 17 детей выживали там 7, то сейчас мы столько не рожаем, но выживают те, которые раньше не выжили бы. И выживают по факту, ну то есть естественный отбор медицина просто победила. И выживают по факту те, кто со слабым организмом, кого инфекция бы в первые годы жизни там, ну как бы убила, да, ну кто не выжил бы слабый. А медицина научилась сохранять им жизнь. И даже такому человеку можно существенно улучшить качество жизни, чтобы он не ходил по врачам, чтобы он не сидел на гормонах там с детства буквально, да. Но это уже не медицина, это уже нутрициология. Давай тогда я перефразирую, что, наверное, мы всё-таки увеличению продолжительности жизни не только эволюции обязаны. Но если это не называть медицина, то всё равно есть наука. Ну потому что, например, очень многое, что мы, ну нутрициология, по сути, мы изучаем биохимию. Это на самом деле очень непростая наука для обывателя. Один только там цикл Крепса. Попробуй разбери просто так. И это полностью заслуга науки. Но благодаря этому мы сегодня какие-то вещи, которые раньше, может быть, человек делал неосознанно, там спать ложился вовремя, да. А мы теперь это можем объяснить с точки зрения науки, почему нужно делать так или иначе. Ну и, наверное, всё-таки... Ну а как ты тогда объяснишь, что вот раньше наши там пра-пра-пра-пра-пра, у них не было, когда даже свечей не было, стемнело спать, у них вообще всё нормально, с сиркадными ритмами было, с движением, с питанием, у них не было ни транжиров, ни фармы не было, ничего. А жили они 40 лет. Как ты это объяснишь? С точки зрения нутрициологии у них было всё гораздо лучше. А благодаря медицине? Ну нет. Ну сейчас даже человек, который гордится тем, что он до 60 лет ни одной таблетки не выпил, он всё равно живёт не благодаря медицине. Это просто эволюционно. Не, ну знаешь, сейчас уже я вообще верю в науку. Я тоже верю. Я верю даже в медицину верю. Я верю, да. Вот представляешь, я там... Я не верю в медицину, ну как бы не то, что не верю, а вижу, что медицина в том, чтобы победить хронические диагнозы, ну, к сожалению, они бессильны. Да, они могут снимать симптоматику. Но вылечить хронический диагноз, ну, прямо сложно. Ну вот это, наверное, знаешь, можно говорить про терапию. Да, да. Та часть, которая терапия. А острые, хирургия, да блин, им памятник можно ставить. Я просто верю, что сейчас научатся, не знаю, выращивать сердце, печень. Когда я доживу до своих 90, мне, наверное, что-нибудь просто пересадят. Ну вот сейчас, смотри, вот очень много людей приходит с онкологией. Приходят, говорят, помогите. Я говорю, вам к онкологу, не ко мне. А ещё лучше к онкологу и ко мне. Потому что онколог не будет заниматься вашим образом жизни. Но зато онколог знает то, чего не знаю я. Вот это узкий специалист, который очень нужен. И когда, например, у меня есть такие клиенты, которые всё-таки нашли хорошего онколога, мы вместе это делали, потому что один, второй, третий не подходит. И вот остановились. То есть человек, когда начинает изучать себя, свой организм, понимать, как это всё работает, он даже с врачом уже разговаривает по-другому. Ему нельзя уже навязать, когда, знаете, вот он думает, боже, боже, куда бежать? Врач вот это говорит, а я не знаю, какое решение принять. Причём один говорит это, другой врач говорит вот это, третий, третий. Да, да, разное мнение. Так вот, мы нашли онколога, онколог сделал свою работу. Там была химиотерапия. Человеку было плохо, потому что это интоксикация. А дальше онколог всё. И дальше мы выходили из этой интоксикации и делали так, чтобы иммунитет встал в полный рост. Потому что именно иммунитет после того, как удаляют основную опухоль, сдерживает рост метастаз. Это самое страшное, что после онкологии. Никто не знает, когда они будут. И рецидивы потом через два года. И именно иммунитет будет держать их. А если иммунитет убит химиотерапией, например, ну это же не онколог делает. И поэтому, когда мне пишут, вы не врач, вы не имеете права, я не лезу в онкологию, я не оперирую вас. Для этого есть специалисты, которым вы идёте. И хорошо, если вы умеете ещё грамотного специалиста выбрать. Потому что, ну, я думаю, что люди согласятся, что там тоже специалистов море неграмотных. А потом вы идёте ко мне, и мы с вами выстраиваем ваш образ жизни, ваш рацион питания, то, чем врач заниматься не будет с вами. Ну вот и всё. Другое дело, когда врачи иногда противоречат. Они говорят, нет-нет-нет, вот стол номер пять и всё. Вот только хотела тебе сказать. А жиры вам нельзя, и всё. Бады для вас яд. Ну тогда в таком случае я просто рекомендую. Можно искать мнение нескольких врачей. И собирать мнение трёх, пяти, семи врачей, если надо. И смотреть, что они говорят. И смотреть, в чём они совпадают. Но при этом разбираться самому. Потому что если вы не знаете, как функционирует ваш организм, и думаете, что ваш высокий холестерин от того, что вы едите жиры, ну, конечно, вам доктор скажет что-нибудь. И вы такие, о, это же врач сказал. На самом деле, если вы понимаете, что это не так, вы сразу понимаете, так точно, к этому доктору я не пойду. Потому что много же сейчас историй, когда, например, статины, уже с высоких трибун говорят, прекратите выписывать статины по каждому поводу. Вот у меня девочка, 27 лет, чуть-чуть завышенный холестерин, фракции не посмотрели, статины. Сразу, ну, куда годится. Ну, так же тоже нельзя. То есть перегибы есть и тут, и там. У нутрициологов, что думаешь, нет перегибов? Тоже есть. Ну, то есть, и поэтому, когда никакого совета я дать не могу, я могу только один дать совет. Изучайте свой организм. Разбирайтесь, чтобы не было такого, что вас обманул нутрициолог или вам не тот врач попался. Но это же ваше здоровье. Я точно за ваше здоровье биться не буду, как и любой доктор не будет биться за ваше здоровье. Чтобы изучать свой организм, с чего начать? Очень интересный вопрос, с чего начать. Я вообще думала, ты здесь просто скажешь. Хочется сказать, что мы помогаем с этим разобраться. Да. Хочется сказать, начать с перезагрузки, с курса, который мы специально сделали и в который мы вставили всё. Мы вставили туда режим жизни, сон, движение, питание, коррекция стресса, без чего ни один протокол лечения не начинается. Именно со стресса всё начинается. Мы вставили туда желудочно-кишечный тракт по всем органам, чтобы вы понимали, как это связано. Но я, пожалуй, не могу сказать, что это единственный вот такой курс в своём роде. Я бы сделала как? Вот как я изучала. Не было же такого курса у меня, в котором всё собрано. И я там смотрела, тут смотрела, здесь смотрела. Что-то мне помогало, что-то нет. Что-то противоречило друг другу. Что-то было откровенной ерундой. Что-то прям было вау, кладезь прям. И вот из этого я составляла свою собственную картинку. Я как человек, который видит тебя в работе практически 24 на 7, могу сказать, что Марина — это человек, который учится постоянно. Вообще, мне кажется, ещё не было у тебя периода, когда у тебя не было никакого обучения. И это и обучение у врачей, и у нутрициологов. У нас очень много классных коллег, кто точно так же помогает людям восстанавливать здоровье. Но я бы здесь сказала, друзья, что всё-таки не с перезагрузки, потому что на перезагрузку мы просто так не берём никого. У нас есть бесплатные программы, на которых мы правда даём очень много важной, полезной информации о том, с чего начинать, сколько раз в день нужно есть, какие продукты должны быть обязательно в вашем рационе, каких не должно быть категорически, как функционирует ваш ЖКТ, как происходит процесс пищеварения, почему появляются те или иные сбои, как устроена гормональная система. Это всё мы даём даже в бесплатных программах. Понятно, что если уже у вас есть какое-то заболевание, диагноз, то, скорее всего, в восстановлении понадобится комплексный подход и помощь. Но вот для профилактики, мне кажется, у нас даже из бесплатных программ каждый может найти для себя важную, полезную информацию. Поэтому внизу под этим видео мы обязательно оставим ссылочку. Регистрируйтесь на бесплатный курс. И дальше мы ждём вас на перезагрузке. Да, тут самое важное — с чего-то начать. Люди же всегда хотят гарантии. Они хотят, а вдруг вот я приду, а это неправильно. Ну да, да, может и так быть. А вдруг вот я вот это куплю, а мне не поможет. Ну да, может быть и так. Главное — не останавливаться на этом пути. Потому что я не представляю, что было бы со мной, если бы я остановилась при первых неудачах. А у меня были неудачи, знаешь, такие, когда я там чего-нибудь на себе попробую, и мне плохо становилось, и я так отлежалась целый день. Ну и что, главное — не останавливаться и не предъявлять никому претензии. Ни врачу, ни нутрициологу, что «Ой, ты меня не вылечил». Гад такой. Всё-таки участвовать в этом самому. Потому что хорошая работа — это тогда, когда 50 на 50. Ну что, спасибо. Я думаю, что мы продолжим уже в следующем диалоге. Мы посмотрим, как зайдёт этот формат. Напишите в комментариях, было ли вам полезно это видео и понравился ли формат. А также мы будем благодарны за ваши истории, связанные с медициной, с докторами, когда вам помогли или наоборот назначили совершенно какое-то некорректное лечение. Ждём ваши комментарии под видео.